приветствую вас дорогие друзья сегодня уже 27 июня четверг 2024 год у нас на улице солнечно но прохладно но я бы сказала комфортно давно с вами не общались и сегодня будет очень содержательное видео я думаю вам это понравится но во всяком случае мне такие видео нравится и разговор пойдет о нашем доме с момента его покупки какой дом мы купили я нашла вчера нашла фото и сегодня решила снять видео буду подходить к компьютеру к монитору мне так легче при монтаже видео буду показывать вам картинку в момент покупки нашего дома и потом этот же ракурс покажу как дом изменился кому интересно пожалуйста оставайтесь досмотрите видео до конца ну а я начну свой рассказ итак начинаем итак это фото нашего дома с фасада с улицы вот так он выглядел обратите внимание на крышу обратите внимание на бурьян который рос в палисаднике но в палисаднике и сейчас не очень так порядочек в связи со стройкой конечно же все это изменится но обратите внимание на крышу какой ржавой она была и какой она стала вот буквально несколько дней назад мы закончили ее 24 или 25 июня это я покажу вам позже когда выйдем на улицу во двор сразу хочу сказать что первый год то есть это был нет 21 или 22 не помню уже наверное в 22 год в 21 году в октябре мы только купили до 22 год весна май месяц на эту крышу перекрасили резиновой краской но это была ошибка мы поверили рекламе что резиновая краска хорошо держится на 6 лет хватит и в общем мы не стали перекрывать дом да и не было такой идеи не знали как это сделать покрасили дом потратили покрасили крышу дома но через буквально весной покрасили на следующую весну или даже уже по осени опять появилась ржавчина и я предполагаю ваши комментарии которые вы будете писать что нужно было очистить мы очищали мы очищали дом я имею ввиду крышу дома специальной спец но сначала просто чистили так скажем металлической щеткой потом обрабатывали преобразователем ржавчины потом покрывали специальной грунтовкой и только потом резиновой краской и ничего это не помогло может быть потому что ржавчины было очень много вот вы видите это на фото ну в общем не важно короче кто сейчас задумывается о перекраске крыши дома я считаю что это пустая пустое вложение да и финансовая и ваших сил потому что это очень небезопасно вот так полазить сначала очистить потом грунтовкой потом краской это очень небезопасно и это не вообще ненадежно не долговечно потратили мы около 20000 потратили свои силы и плюсуйте сюда если вы будете нанимать людей то это плюс их работа наверное в этом же районе 20 тысяч рублей а может быть и больше ну и вот считайте надо это вам или не надо ну пока на крыше я остановлюсь дальше сейчас потом выйдем на улицу а сейчас покажу наше преобразование в нашем доме дальше а вот так выглядела наша спальня которая сейчас спальня раньше это наверное была гостиная видите здесь обои вот этот аляпистые или аляповатый линолеум как-то ну все все бестрит мне такой дизайн вообще не нравится эти обои я снимала под обоями был гипсокартон который я самостоятельно потом оштукатуривала выводила стены под покраску и потом стены мы красили и сейчас я покажу вам это же этот же ракурс это это же место как сейчас у нас в доме в этом месте а вот так сейчас выглядит это место где стоял диван сейчас здесь комод вы видите небольшой такой декор стены стали белыми оштукатуренными вот сейчас показываю это место которое только что вы видели на фото я не могу к сожалению отойти дальше потому что раньше там была видимо дверь и фото делали с другого ракурса но сейчас здесь у нас стена и я не могу отойти дальше вот про эту дверь которую мы потом заложили с лёшиком и сейчас у нас в этом месте стоит кровать и там стоит на месте вот этой двери тумбочка вот так выглядит наша выглядела наша спальня когда мы покупали дом и вот так сейчас это выглядит на данный момент то есть дверь как вы видите здесь двери нет она была вот здесь прямо сейчас вам показываем мы ее заложили дверь поехала к дочери в квартиру сейчас у нее там кладовая с этой дверью и поставили сюда двуспальную кровать это единственная комната где это можно сделать то есть поставить двуспальную кровать а многие мне писали ну как же так из кухни и сразу спальня ну так уж получилось и кстати очень удобно зимой если вдруг отключат свет и у меня отключится газ и я закрываю вот эту дверь и греюсь газовой плитой газовая плита будет работать от конфорок то есть это одно из удобств когда можно просто вот так погреться вот были значит конечно же вы видите что здесь я поклеила обои тоже штукатуре на все и что еще в этой комнате мы убрали вот эти пластиковые здесь были пластиковые уголки заменили их деревянными и смотрится это конечно же намного лучше сейчас солнечно наверное темный кадр получается я закрыла шторы но это не спасло то есть и да еще здесь вот единственное что мы нанимали это натяжные потолки во всех комнатах кроме кухни и прихожей вот остальное мы все делали своими руками здесь также заменим пол постели кварц винил кварц виниловое покрытие обратите внимание сколько моими руками создано всякого декора вязаного всяких коробочек что-то я делала еще в москве салфетка ну в общем видите сами королевский ковер подушки скоро будет покрывала которая назвала ирланка вот она лежит уже третью часть я связала вот в общем вот так сейчас выглядит наша спальня а вот такое фото это фото комнаты здесь было как вы понимаете три комнаты мы убрали перегородку и сейчас я покажу вам как выглядит это место сейчас вот здесь закрыта вот такой панельками которую я тоже сделала из юсб это вот вход теплого пола вот эти трубы которые вы видели и вот сейчас я вам покажу вот в районе корзинки а вот вы видите а союзку вот эту поверху здесь была стена вот такая маленькая комнатка в которой ну я не знаю даже кровать наверно не поместилась бы если только возле окна вот вот так вот выглядит это сейчас вот здесь была вот где фонарик здесь была стена стена вот сейчас покажу значит вот здесь была стена которую мы разрушили и объединили ту и эту комнату вот дальше вот так спальня и если вот так вот я сейчас покажусь вот в этой стороне привет это я мы поставили шкаф с зеркальной с зеркальными дверями которые естественно как бы зрительно увеличивает наше пространство вот если бы здесь была стена и мы бы ничего не делали если говорить о спальном месте то только его поставить вот там но там с трудом наверное могла бы впихнуться как-то односпальная кровать я не помню сколько шкаф по длине по моему там даже двух метров но может быть два десять есть то есть кровать вот просто бы скрипя спинками туда бы влезла я честно говоря не понимаю назначение таких вот маленьких комнат в которых ну вообще невозможно поставить кровать вот этот вот эту тумбочку я сделала из старой кухонной мебели которая здесь была окрасив краской от uri decision французская краска вот кто-то как-то спрашивал лена что по прошествии времени вот я вам пока показываю прошло два года приблизительно краска совершенно новая хорошо моется в общем она не из дешевых но она хорошая если я буду перекрашивать еще какую-то мебель я буду использовать только эту краску это не реклама это мой опыт опять же здесь много декора которые сделаны моими ручками вот этот ковер с джута на бумажной основе как вы видите он чистый все говорили а как же его стирать а никак не стирать я его просто пылесошу его два года прошло ковер в хорошем состоянии и один и вот здесь круглый коврик тоже по прошествии больше чем двух лет в отличнейшем состоянии правда бумага здесь необычная здесь плотная я не знаю это бумага для оклеивания по моему стен под гипсокартон не стены швов из гипсокартона вот целый рулон я нашла в сарае и сделала вот такой декор для этих комнат ковер шар пока на кресле качалки кресло качалка здесь стоит временно пока у нас нет беседки ну понятно что в зимнее время конечно она же здесь будет стоять а в летнее время когда будет готова наша беседка в зоне отдыха конечно же кресло качалка будет стоять там вот сарай этот уберем и будет у нас там беседка в общем вот так выглядит сейчас наша вот эта комната которую вы видели на фото а вот фото следующей комнаты тоже очень узкая она если вы посмотрите первое видео я там хожу и говорю это еще одна маленькая комната вот вот этой двери сейчас нет она заложена и нет вот здесь как вы понимаете вот этой стены и уже не отходя как говорится далеко вот сейчас выглядит именно вот эта вот часть которую вы видите на фото вот так сейчас выглядит эта комната здесь тоже натяжные потолки мы заказывали я оштукатуривала все вот эти вот стены обои были вот эти сорваны вот эти зелененькие дверь вот здесь заложено на месте 2 двери сейчас здесь вот висит зеркало и стоит наш декоративный камин которыми я часто пользуюсь конечно же в зимнее время еще здесь вот эта стена была как бочка посмотрите видео мы ее тоже выравнивали ставили в каркас и выравнивали гипсокартоном вот вот она это мебель которая стояла на кухне которую мы тоже переделали перекрасили добавили зеркала вместо стекла тоже поставили здесь деревянные уголки вот эта столешница эта столешница конечно из кухни я из мебели соорудила здесь вот такой стол и получилось рабочее место здесь у нас котики спят это их место это морозька а там вон по смотрите где спит шпулька это любительница верхотур она что на кухне лазит на вот шкафы и спит в картинках что что здесь тоже лазит она даже вот туда в узкое пространство тоже забирается полочка появилась здесь появились шторы которые тоже пошиты на скорую руку связано вот такое красивое кружевная кружевная занавеска кстати мастер-класс есть на канале кому интересно пишите на почту одна занавесочка связана вторая занавесочка связана в общем то здесь не так много куплено но много сделано сделан камин из пеноплекса с настоящими дровами обратите внимание вот это вот кайму я все-таки сюда сейчас пока пристроила так мне захотелось лампа кстати тоже отреставрирована из сарая волшебного сарая и куплено здесь в эту комнату только вот это этажерка или ну как сказать тумбочка что ли стеллаж и куплен вот этот диван вот посмотрите вот здесь была стена вот вот здесь вот была стена и если говорить опять о спальных местах то вот здесь невозможно было поставить кровать где стоит дивану диван два метра а вот и он уже выступает за стену скажем так видите то есть сюда вот так вдоль стены и спальное место не помещалось это опять удлинять и так без того узкую комнату ставить где-то вот здесь кровать ну это некрасиво поэтому мы убрали вот эту стену и сразу как-то стало очень много места и это для нас удобно да она конечно же проходная эта комната вот сюда но она нас здесь живет мало человек и как бы она является такой комнатой для уединения нас это не беспокоит что комната проходная изначально когда мы покупали дом я хотела пробивать вот там дверь чтобы она была изолированная и тогда вот здесь вот эту дверь ну конечно же она бы заложилась да и вот та дверь заложилась и вход бы был оттуда но тогда некуда поставить вот этот шкаф тогда по пропорции этот шкаф вставал бы вот сюда опять удлиняя и так без того узкую комнату а так все получилось шикарно шкаф на своем месте нет вот этих не видно боковых стенок шкафа мне это никогда не нравилось и он прям вот четко встал туда и он немножечко сечение до происходит такое сечение я имею ввиду длинной без того длинной и узкой комнаты шкаф немножко режет вот эту узкую длину комнаты ну и это удобно и так следующие фото вот такое ничего не понятно давайте посмотрим как сейчас это выглядит еще одна стена которую мы убрали здесь был тоже вот такой закуток вот отсюда и вот до этой стены здесь была стена и вот такая кладовая кладовая или что я не знаю там за шкафом батарея которой конечно же плохо сейчас нет доступа и и закрыл шкаф но это сейчас наша гардеробная вот здесь вот мы убрали стену потолка здесь не было просто вообще не было были доски и мы зашивали его гипсокартоном там лампа сейчас я могу и включить вот так хорошее освещение если что-то нужно найти в шкафу да и вообще комната хорошо освещается в общем из этой кладовой убрав стену получилось вот такая шикарная я бы сказала гардеробная шкаф икея привезены из москвы при переезде покупала я его давным давно ну наверное была последняя сборка потому что эти шкафы пакс они ну не очень хорошего качества я бы сказала и собирать и разбирать его это нужно очень очень осторожно вот эту красивую мадам мне нарисовала дочечка если помните вот эту сумку обожаю ее сумка шоппер громадная которую я делала из зонтика вот я и часто пользуюсь вот здесь была прибита вот такая полочка там наши домовые в общем тоже создает уют покупала я вот этот консоль не консоль а как это ну уголок вот этот на вайлберис очень мне нравится вот с этой стороны здесь у нас тоже пара это хосе кармен и хосе да ну вот такой декор ну и конечно же мои знаменитые кирпичики которые вы за мной повторили мне писали много комментариев что у многих получились эти гипсовые кирпичики которые я делал своими руками вот такой декор этой комнаты ну согласитесь ну совсем совсем по-другому это смотрится вязаный ковер из шнура моими ручками ну и стена вот это это здесь тоже много моих поделок ну в общем поделки украшают эту стену сумочка из рафии вот это вот авоська макроме это проба пера вот это сова сумочку которую я по-моему этой зимой делала или прошлой уже не помню тоже из шнура и вот это вот сшитая сумка из льняных двух льняных салфеток украшенная оставшимися мотивами от ирландского кружева тоже ее люблю ее можно носить и через плечо там есть ремешок ну в общем как то так атмосферненько я бы сказала вот такой была наша кухня вот этот гарнитур это вот все здесь сейчас вот вы видите весь гарнитур вот то что я сейчас вам показываю а вот эта тумбочка единственное что мы купили к ней ножки это все из старого гарнитура ножки и столешницу столешница здесь служит подоконник деревянный куплены в я сейчас покажу несколько фото кухни чтобы потом не бегать компьютеру сюда вот стул стоит вы видите его да вот он я его не выбросила я его отреставрировала и сейчас этот стул выглядит вот так покрашен и сделана вот такая сидушечка этот стул еще советского производства я думаю 60-е года так что этот стул старожила этого дома не поднялась рука у меня его выбросить вот еще одно фото нашей кухни видите вот этот пластик которым была обрамлена вот эта вот вся стена пластик мы убирали делали каркас обшивали все гипсокартоном и я делала кирпичики из гипса сейчас вы уже видели эту стену сама делала эти кирпичики и сама их монтировала видео есть на канале все фото кухни я вам показала давайте сейчас пройдем посмотрим как же сейчас там у нас на кухне и так гарнитур кухонный конечно же новый заказывали мы в Москве его здесь я не могла найти но мне очень хотелось именно светлую кухню гарнитур называется верона 42 тысячи по моему кухня дешевая ну естественно без столешницы и без техники так здесь что ну здесь мое творчество все вы видите вот это называется мастер-класс бабушкина занавеска ламбрикен макроме все сделано моими ручками вот вы видите эти знаменитые кирпичики из гипса гипс я тоже покупала в Липецке по-моему мне привозили он еще есть у меня и еще будут делаться эти кирпичики много вязаных вещей много всяких шитых наволочек вот прям копия наш Кузьма это такая рубаха у меня раньше была а сейчас это наволочка вот много ну так скажем вязаного декора всяких корзиночек всяких ковриков из джута ну в общем вот сейчас так выглядит наша кухня немножко поверчусь повторюсь старая кухня мы ее не выкинули вы ее все видели она просто перекрашена немножко обновлена переделана вот это газовое котел я сейчас покажу на фото как это выглядело небольшой такой экран который закрывает все вот эти внутренности или как сказать все шнуры или трубы от газового котла и щечек который тоже находится вот в этом шкафчике шкафчик из сарая он почему-то не был прикреплен он здесь это тоже старая кухня я перекрасила полностью его вы видите даже корпус стал белым он был рыжим вы видели гарнитур старый и в общем сейчас вот здесь да куплена полочка и сейчас здесь выглядит ну достаточно я бы сказала никто не знает где у нас вообще газовое отопление вот так вот выглядит наша кухня сейчас вот фото газовый котел газовый щечек рисанта вот так вот это выглядело согласитесь сейчас намного все культурнее ну и осталась ванная комната вот так выглядела кстати здесь новая раковина была и новый вот этот шкафчик я даже с него снимала пленку единственное что вот этот экран мы поменяли на более ну такой качественный а так в ванной комнате мы ничего вообще не делали практически кроме как поставили свою мебель вот туалет ну сейчас здесь немножко нагромождение в этом месте сейчас стоит морозильный ларь мне его просто некуда поставить конечно же ему там не место но это любимое место еще и котов но мы так привыкли что делать вот морозильный ларь вот так сейчас все здесь выглядит очень нравится мне мебель кея это все привезено из москвы куплено давным-давно стиральная стиральная машинка коврики из шнура занавеска понятное дело зеркало тоже икея вот так сейчас выглядит наша ванная комната ванная достаточно просторная здесь 7 квадратных метров вот и вот здесь стоит лежак сейчас всегда открыто окно и коты просто любят здесь спать дышать воздухом смотреть в окошко в общем вот так выглядит наша ванная в которой теплые полы друзья это очень очень удобно и приятно в холодное время года и вот я вам покажу как я решила вопрос чтобы не скакала машинка вот видите вот эти коврики это коврики под унитаз у меня их оказалось два они мне не нужны я их подложила под машинку они вот такого вот качества вот вот с такой подложкой да и машинка сейчас у меня не прыгает вот наша ванная комната так выглядела на фото прихожая здесь проделано очень много работы поменен пол штукатурены стены ну и все наверное но здесь была трудность вот вверху вот вы видите вот здесь вот мы думали как вот это все там еще вот на фото нет дырки это гипсокартон или арголит арголит вот и мы там думали как это все закрыть в общем это наше прихожее давайте с этого ракурса начнем заходить и посмотрим на нашу прихожую сегодня сейчас вот то о чем я вам говорила вот здесь была дыра мы вот сняли тот арголит и закрыли вот такой панелью как на потолке эта панель у нас мы ее сняли когда натяжные потолки натягивали вот в тех двух комнатах там был потолок вот из таких панелей и эта панель нам пригодилась вот сюда мы все это дело закрыли там идет вода поверху идет вода которая ну трубы водяные и они потом вот идут в общем в ванную нашу вот эти полочки тоже сделаны моими ручками это полка желаний кстати вот сюда можно написать желание и вот в эту салфетницу его поместить и желание сбывается вот эти полочки от нашей кровати и вот эти поперечины тоже от нашей киевской кровати мы это все обрезали поставили тумбочки а раньше была эта кровать сейчас вот такие две замечательные полочки сделанные моими ручками вот это зеркало я покупала зеркало для бани но оно у нас в прихожей вот монечка все как-то в одном стиле обожаю вот это черно-белое коробочки тоже я делала своими руками вот этот мотив оставался у меня от платья черная магия мастер-класс тоже есть на канале и вот так вот сейчас выглядит наша прихожая никакой оляпости пестрости я люблю белые стены тем более в таких небольших домах но мне кажется только белый цвет сюда и подойдет да и вообще мне как-то очень хотелось именно белые стены вот такой декор сковородок тоже мотивы из платья черная магия вот эту полочку я тоже сделала из стола рабочего стола ну стол парта был так скажем раньше в Москве у сына в комнате стоял я сделала вот такую полочку тоже все икея немножко перекрасила кронштейны икея вот эти вот полки тоже икея но они были такого блестящего цвета неокрашены я их перекрасила из баллончика получилась достаточно уютная прихожая сюда встал диван диван нам достался с покупкой дома вот немножко значит здесь тоже вы видите я украсила стену этими же гипсовыми кирпичиками они кстати очень дорого стоят если купить ну и мечты сбываются друзья очень даже сбываются главное что-то делать верить ну и конечно же вдохновлять себя каждый день на какое-то творчество обожаю делать все своими руками но нет это не моими руками сделано это куплено на вайдберис но смысловая нагрузка понятно мечты сбываются да чехол от гитары там не гитара это подушка я наполнила этот чехол синдепона и получилась вот такая декоративная подушка штора тоже сшита из не поверите из детского балдахина этой шторе уже получается 24 года я этот балдахин переделала вот в эту штору балдахин на детскую кроватку для грудничков и пошила еще вот такую подушечку ну а эта подушка связана очень красиво тоже есть на канале но эту идею и этот мастер-класс я подсмотрела у блогера Натали Мастерс очень легко вяжется можно скомпоновать разные цвета скомбинировать ну и пристроить остаточки пряжи вот такая замечательная подушка на диван в общем вот так сейчас выглядит да еще вы помните занавеску которая называется 10 балерин Моне обязательно куда-то нужно прыгнуть ух-ох видео 35 минут а я еще крышу дома не показывала ладно друзья сейчас выйдем на улицу я уже прихожую вам показывать не буду фото сейчас просто выйдем покажу что я там сделала ну и покажу нашу красивую крышу из андулина значит в прихожей вот эта полка тоже сделана из парты уголок икея крючки это была здесь тоже вешалка я их покрасила и это старые советские крючки вот такая получилась красивая полка там Лешик сделал мне полки из доски тоже покрасили купили вот такие кронштейны и получилась у нас такая кладовая банки склянки мы пользовались в этом году вообще погребом я имею ввиду всякие закрывашки вон еще остались даже не все съели это то что я закрывала в прошлом году но естественно пустые банки идут на эти полки здесь у нас также стоит холодильник здесь стол который стол полка он снимается его можно сделать разную высоту вот здесь вот видите такие пазы можно регулировать бак с водой обязательно запас воды ну и что здесь коврики из Москвы надо уже постирать перекрашенные двери еще здесь вот вот эти полочки да здесь тоже не было вот этого обрамления потолки с потолков снятые вот эти панели мы здесь все обшивали своими руками ну а теперь пойдемте посмотрим на нашу крышу не знаю подойду ли я к фото компьютеру с огородом но все кто давно со мной на канале те помнят как я в первый год после покупки дома то есть в октябре 16 октября я сюда въехала и сразу вошла в огород полный чистотела и вы помните как я с ним боролась посмотрите как сейчас в огороде мне писали вы никогда от него не избавитесь друзья избавилась да он иногда кое-где появляется но не больше как другой любой другой сорняк вот так вот сейчас выглядит мой огород ну и крыша 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 дома моего да вот так вот выглядит крыша с огорода крыша у нас из андулина я уже не буду в этом видео говорить почему мы выбрали андулин это наш выбор многие там писали мне про шифер и про металл сразу хочу сказать шифер никогда ни за что не переубедите вы меня что он небезопасный я помню как лёша менял вот здесь старый шифер мы перекрывали сарай и как он отравился работая даже в маске он просто в лёжку лежал целые сутки рвота понос это было чистое отравление поэтому шифер никогда да и сейчас шифер не того качества который был раньше вот так выглядит крыша из андулина сейчас мне очень нравится да обратите внимание сколько работы проделана нами во дворе вот заборчик который я делала в этом году вот это плитка это всё было сделано мною в том году выемка земли подготовка под плитку вот эта вся подушка выкладка самой плитки всё это делали мы своими руками шпалера в этом году сделана мебель мы покупали что-то делалось своими руками например вот этот вот стол переделанный вот этими речками вот это вот тумбочка сделана моими ручками так ну ладно не буду повторяться давайте сейчас отойдем еще посмотрим на крышу с этой стороны вот так вот она выглядит мне очень нравится обратите внимание на мою клумбу я рассадила бархатцы их здесь море и вы знаете как-то вечером я смотрела да что же оно мелькает а это мелькало тля видимо хотелось есть на розы или там на ранункулюсы это на розы пьер нет это дежардан дешамон но всё летало и летало а приземлиться не могла поскольку здесь сейчас растут бархатцы и я полюбила эти цветы оказывается они ещё и как сидираты и как охраняют короче растения от тли и всякой заразы очень много здесь сейчас бархатцев да и клумба стала выглядеть совершенно по-другому видите как пришлось мне избавиться от травы которую я засеяла газон потому что здесь росли абрикосы и я не знала что они погибли и засеяла здесь газон теперь мне пришлось избавляться от этого газона ну ничего зато будет компост вот такая куча появилась это вот всё я дерн этот счищала вместе с этим газоном и вот здесь укрыт он здесь перегниёт будет удобрение и посеяла вот здесь бархатца то есть от газона я избавилась и здесь будут рассаживаться цветочки абрикосу тоже убрала вот та вот пытается выжить но я её тоже уберу не нужны здесь деревья я обрубила уже вот корни корни лезут под дом будут разрушать отмостку кстати сделана отмостка укреплён соколь в том году лёшка это всё друзья мы сделали за такой короткий период времени повторюсь со дня покупки нашего дома прошло всего 2 года и 8 месяцев вот здесь я оштукатуривала стену здесь был просто пеноплекс украшала цоколь той же самой плиточкой это всё я делала своими ручками вот да осталось у нас андулина достаточно много 16 листов осталось и он пойдёт на нашу будущую беседку может быть нам не хватит 16 листов но начало как говорится есть всё меньше покупать вот эту черешню я уберу всё-таки она пропадает да видимо не место ей здесь вообще я удивляюсь друзья вот смотрите абрикосы помёрзли тоже там им не место было да черешни тоже здесь видимо не место скорее всего когда будет здесь шпалера сделана я посажу либо актинидию либо виноград ну или клематисы которые будут виться да друзья забыла вам сказать что у меня как я прыгала от счастья во-первых появились бутончики на клематисы pink fantasy сейчас я вам их покажу посмотрите вот они бутончики их здесь много то есть он будет цвести представляете это вот то что покупали в леруа мерлен он единственный выжил он в ведре я ведро закопала потом конечно же я пересажу но он будет цвести и еще одна радость ожил клематис который я уже можно сказать похоронила клематис юста посмотрите ну по-моему это он видите ну это его цветочки листочки вернее вот он пошел таки расти вот такой красивейший клематис юста вот он на фото очень красивый ну а те три пока ничего не вижу но надеюсь надеюсь я вот этот когда увидела очень обрадовалась но если честно не ждала что что-то вырастет оказывается вот будет вот осталось еще три ведра с клематисами которые пока не подают признаков жизни но скорее всего что-то какой-то хотя бы один из них я думаю вылезет может быть на следующий год пока выбрасывать не буду скоро зацветут новые лилии у нас тут был очень сильный ураган свалило дерево у нас там за огородом в устье реки и прямо это было на моих глазах было очень очень страшно в одну секунду свалило просто очень большое дерево так ну ладно давайте уже не буду отключаться смотрите как цветет шапки какие гортензия древовидная вымахала очень хорошо она в этом году и уже дала мне вот такие цветы ну а теперь давайте выйдем на улицу и посмотрим и посмотрим как выглядит сегодня наш домик уже с новой крышей сейчас я отойду подальше открою коленку вот так вот сейчас выглядит наш дом согласитесь с новой крышей это ну совершенно совершенно по другому смотрится и так подводя итоги за два года и восемь месяцев такую ну я бы сказала обязательно в первую очередь если она не сделана другими хозяевами при покупке дома это отмостка это укрепление цоколя и это же конечно же крыша дома это основные вещи вот три вещи которые нужно сделать в первую очередь чтобы не капало с потолка чтобы не текло под дом чтобы фундамент был крепкий и сухой остальное все там выложить плитку во дворе и так далее я считаю что это второстепенная вещь которую нужно сделать позже а вот крыша цоколь и отмостка это нужно сделать обязательно жду ваши комментарии друзья подскажите напишите что вам как вам понравились наши преображения может быть что-то не понравилось буду читать ваши комментарии очень жду надеюсь на них ну а я с вами прощаюсь до новых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока